Люблю с вами Кадырова обсуждать, хочу тоже получить некоторые комментарии. Да, тут очередную мысль он высказал. Упрекнул Запад за то, что тот не поддержал Ичкерию в борьбе с Россией. Очень интересное заявление. Я напомню предысторию. В конце января премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий заявил, что Чечня заслуживает быть независимым государством. И тут же на его слова отреагировал Кадыров в своем телеграм-канале. Я процитирую, что он сказал. У меня вопрос, где вы были, когда мы воевали за Ичкерию? Когда отстаивали независимость? Где была Европа и Украина? Не поддержали. И сегодня вдруг начали поддерживать несуществующее государство. Как следует трактовать вот эти его слова? Почему вдруг Кадыров такое сказал? Мы помним, что российская пропаганда много лет твердила обратное. Мол, это Запад посредством конфликта в Чечне пытался развалить Россию. А здесь вдруг вот эта вот идея независимости Чечни, то ли она становится популярной уже даже и для Кадырова на фоне войны в Украине? Знаете, я комментировал это. Как раз это получилось так, как будто мы все это запланировали заранее. У меня была встреча в Сейме, в польском Сейме. Я встречался с вице-спикером Сейма. Мы как раз обсуждали вопрос и говорили на тему того, чтобы Польша и польский парламент, по аналогии Рады украинской, могли бы принять вот такое постановление. И мы, в принципе, передали документы. У нас с Польшей на самом деле очень давно складываются очень хорошие отношения. Хотя их нельзя было называть, что это была открытая такая политическая поддержка со стороны Польши. Ну, любая страна, она как бы зависит от каких-то протокольных моментов. И Польша не являлась исключением. Но должен сказать вам, что Польша, в отличие от всех других стран Европейского Союза, всегда занимала очень твердую позицию по ситуации в Чечне. Это был единственный человек, министр иностранных дел, когда на заседании ОБСЕ или Генеральной Ассамблеи ООН, который стал и осудил убийство президента Аслана Масхадова. То есть с этого времени у нас с Польшей складываются, в общем-то, очень хорошие отношения. Президент Чечни Аслан Масхадов, его там принимали как действительно, как первое лицо, как его визит был оформлен чуть-чуть как межгосударственный. Еще бытность 90-е годы, в 98-м году. То есть, что я имею в виду? Польша очень внимательно отслеживала все ситуации, которые происходили в Чечне. И всегда нет-нет, в принципе, заявляла о своей полной моральной поддержке чеченцам и чеченскому сопротивлению. В Польше более 40 тысяч чеченских беженцев получили приют и прошли, и поддержку получили именно в Польше. Вы знаете, с начала русско-украинской войны Польша первая открыла границы и первая начала оказывать поддержку во всех отношениях и политическом, моральном и военном отношениях. Польша в этом отношении очень хорошо знает Россию. А вот Тирада Кадырова о том, что в свое время он, его отец, они воевали, они никогда не воевали за независимость. А вот если точно скомментировать, я думаю, что это вот такой животный страх у этого человека перед грядущей катастрофой. Он давно перестал быть каким-то логически выражающим в своей мысли существом. Он абсолютно всегда противоречит тому, что происходит. Естественно, ни в Кремле, ни в Чечне нет однозначного ответа на то, что происходит сегодня. Кремль говорит одно, а Кадыров от случая к случаю говорит разные вещи. Поэтому, в принципе, и есть такое желание поменять его, заменить его на кого-то другого. А то, что он заявил, и знаете, это произошло еще на фоне вот этих заявлений, я был в Европарламенте. И там шло заседание или форум, пятый форум построссийского периода. То есть речь шла о деколонизации России. Конечно, все эти моменты очень сильно нагнетают тех, кто предали свое отечество, предали свою религию, предали свой народ. И они понимают, что ответственность за все совершенные ими преступления, оно с каждым днем приближается. И приближает это все Украина и война в Украине, поражение России в Украине. И то, что чеченская система в средствах массовой информации Украины всегда как бы востребована. Мы комментируем, мы участвуем вот в этих процессах. И это невыносимо тяжело для Кадырова и для тех, кто предали чеченцев, чеченский народ и были уверены в своей безнаказанности, что это навеки и навсегда. А вот оказалось, что тема чеченская актуальна, тема о независимости Чеченской Республики уже обсуждает в самых высоких международных институтах. И, естественно, заявление самого премьер-министра Польши для него был очень серьезным ударом. Так он потом набрался наглости и стал угрожать. Мы идем за вами. Призвал поляков встать на колени. Ну, это было все ожидаемо. Вот поэтому я думаю, что все процессы, которые связаны с Кадыровым, сегодня они начинают выходить из-под контроля. Не потому что Кадыров становится менее лояльным Путина, а потому что он не ориентируется в той ситуации, в которой складывается сегодня в связи с войной в Украине. И поэтому вот та официальная пропаганда Кремля, она не всегда совпадает вот с каким-то мракобесием Кадырова, у которого вообще в принципе нет ничего, ни в каком отношении, ни с позиции патриотизма российского или чеченского. Нет, нет, подождите, по поводу чеченского патриотизма и Кадырова. Вы слышали наверняка, что он желает получить титул отца народа. И даже соответствующее изменение в Конституцию предложил внести глава местного парламента Магомед Даудов. Так я почитал, отец народа Мехканда, да? Да, да. В средневековье действительно носили верховные лидеры чеченского народа, которых избирали из числа самых-самых авторитетных старейшин на общенародном собрании в период чрезвычайных ситуаций. Вот на что замахнулся Кадыров. Отцом народа хочет стать. Мало ему его титулов и этих наград всяких. Ну, знаете, я вам скажу одно, это практически невозможно. Перерасти от пехотинца Путина в статус Мехкда, отца народа, на отечество, отец отечества, это практически невозможно. Ну, безусловно, его комплексы, мы всегда говорили об этом, это человек состоит полностью из каких-то комок неполноценностей. Человек это, он всегда чувствовал это и знает, и ему всегда не хватает, чтобы что-то ему, как-то его возвышали. И вот сегодня, видимо, один из его подхалимов, который полностью, все 100% зависит от Кадырова, и выдумал вот эту форму, что так как президентом называться он не может, в соответствии, там у них должен быть только один президент в России, это президент Путин. И вот как-то глава республики или глава региона, это, кажется, им не соответствует его величию, величию этого подышаха, которого они возвели в ранг кого-то непонятного. И, естественно, они пытаются докопаться вот до этой. Но дело в том, что... Но в Госдуме уже прокомментировали, сказали, что вряд ли, это же тоже нужно вносить там изменения и поправки. Маловероятно, что поддержат в Госдуме Российской Федерации вот такой тип. Ну, если это оттуда исходит, естественно, это не поддерживает. Но дело в том, что изначально задача Кадырова заключалась в том, чтобы разрушать вот наши исторические, устоявшиеся национальные традиции. На самом деле, Мехгда – это глава Юрда, Мехгда – это глава силы населенного пункта. Этот термин очень часто применяется в чеченском языке и очень уважительно относится вот к этому статусу. А задача вот коллаборантов, в частности, Кадырова и его окружения, это было все и остается основной – разрушить изнутри вот все устоявшиеся многовековые устои чеченского общества. Разрушение изнутри. Вот теперь они пытаются дойти и до этого уже, вот до этого как бы для чеченцев очень святого отношения к прошлому, к историю, героическому, героическая история. Вот это все как бы совпадает вот с тем, что он делает и что ему поручено. Знаете, я еще хотел у вас спросить, как-то много стало в последнее время Кадырова, я сейчас не про его заявление и медийность, про его внешний вид. Он как-то то ли поправился, то ли, не знаю, как-то распух. С чем это может быть связано? Говорят, что, может, болен? Нет, по нашей информации, на самом деле он болен, он уже стал наркозависимым, он уже 15 лет принимает какие-то таблетки. В принципе, если в начале его становления как лидера, как руководителя, весь, все правительство 24 часа в сутки должно было находиться на готове, что любой момент, 3 часа ночи, 2 часа ночи, 4 утра, 5 утра, этот человек мог появиться на рабочем месте или вызвать по телефону к себе министра. И не дай бог, если этот министр через полчаса или час не окажется там перед ним, то они его снимали. То есть у него вот такой был рабочий график, и он сам себя называл терминатором, то есть хозяйственник, который 24 часа в сутки. Но это все поддерживалось какими-то вот этими энергетическими таблетками, которые в последующем они как бы дают о себе знать. И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, или же какая-то наркотическая зависимость. Он уже не контролирует себя без них. И поэтому на самом деле есть такое предположение, что он болен, и в данное время его где-то куда-то отправили, ну якобы он отпуск, отдыхает, но это как бы направлено в течение, чтобы его немного привести чувство. Субтитры создавал DimaTorzok